Двигатель 2,5 бензиновый, 180 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач. Передний привод. Машина 2021 года выпуска. Боковой воздухозаборник. Заказал на Алике такую штуку. Как по мне, внешне вроде дополняет образ этого сама. Спойлер. Вот я спустя 50 дней дождался из-под небесной свой спойлер. В комплекте к спойлеру шла 3М-лента, на которую, собственно, этот спойлер и крепится к багажнику. По-моему, получилось очень гармонично. Заказал ворсовые коврики в салон. Коврики хорошего качества. Имеют липучки и очень хорошо на них фиксируются. На передних ковриках есть отверстия под крючки. Фото после мойки. Пока готовимся к первой полноценной фотосессии, тем временем решил сделать пару фотографий после мойки. В последнее время мультимедиа стала работать нестабильно и периодически зависать. Решил попробовать обновить штатное магнитола и посмотреть, станет ли лучше. После обновления реально стало работать лучше. Именные номера. Давно хотелось заказать именные автомобильные номера и использовать их во время фотографирования автомобиля. Взял еще несколько сильных магнитов, которые плотно примагничивают номера. Впечатления о Sonata DN8 после полугода владения, плюсы и минусы. Минусы. Подголовник. Вот вроде бы мелочь. Но очень полезная функция регулировки подголовника вперед-назад. Багажник. Изначально в багажнике предусмотрено ничего. От слова совсем. Нет никаких креплений и сетки. Нет даже крючков. Бардачок. В бардачке нет подсветки. Просто нет, есть проемчик для лампочки. Но будь добр, делай сам дополнительно. Функция OneTouch на задних стеклах. Да. В топовой комплектации вы не сможете опустить слэш поднять стекла задних пассажиров одним нажатием. Дворники. Странная работа дворников в большой дождь при скорости выше 100 км в час. Честно так и не понял, в чем причина. Это либо резинки издают дотошный звук трения или моторчики. Транспортировочные отверстия за задним подлокотником. К сожалению, в сонатах нет транспортировочного отверстия для перевоза длинных предметов таких, например, как лыжи. Очечник. В сонате очечник не предусмотрен совсем. Где во многих автомобилях находится очечник, то в сонате это пространство занимает клавиша SOS. Двери. Очень легкие двери. Дверь порой можно закрывать два, четыре раза боясь сильно хлопнуть, но так и не закрыть. С раза пятого захлопываешь, как на классике. Отсутствие заднего климат-контроля. Прекрасно понимаю, что это уже завышенные желания, но при всем уважении седана, называющего себя «бизнес-класс», отсутствие заднего климат-контроля все же нам говорит, что это обычный автомобиль D-класс, солнцезащитный козырек. Вообще в сонате считаю очень непродуманными какие-то обычные мелочи, но и вот солнцезащитный козырек сделан на отвале. Помимо того, что свет надо включать нажатием кнопку, а не выдвижением шторки с зеркала с автоматическим включением света, так еще и козырек нельзя регулировать в длину на расстояние окна. То есть если сбоку светит солнце, то козырьком от него никак не спрячешься. Выключение режимов езды и ассистентов. В сонате есть четыре режима езды – смарт, эко, спорт и обычный. Я как правило включаю смарт. Но больше всего раздражает, что при выключении и включении двигателя необходимо заново выбирать режим езды. На эко режим сохраняется, что для меня загадка. Также это и относится к ассистентам. В основном выключаю удержание полосы, и угрозу столкновения спереди, но как и с режимом езды их надо каждый раз заново выключать при каждом последующем запуске двигателя. Плюсы. Кнопки регулировки пассажирского сидения. Удобно отодвигать или придвигать кресло, когда ездишь с детьми. Также на кресле есть режим Relax. Нажимая на эту кнопку, кресло отодвигается и раскладывается почти в лежачую позицию. Электронная блокировка задних дверей. Когда ездишь с детьми, функция незаменимая. Помимо того, что блокируются окна, так и двери. Дети постоянно дергают дверные ручки. Можно спокойно ездить. Отображение изображения на приборную панель при перестроении. Функция больше носит маркетинговые преимущества, чем физические, но иногда бывает полезной. Камера кругового обзора. Больше хочется написать в целом о возможностях включения боковых камер при парковке в узких местах. При выборе этих камер хорошо видно бордюр и заднюю часть автомобиля. Ну и просто есть функция опускания зеркал при включении задней передачи. Кнопочное переключение передач. Поначалу думаешь, что за бред, кто это придумал, но потом постепенно привыкаешь и понимаешь, что это реально очень удобно. Тем более есть плюсы, когда останавливаешься на передаче, открываешь дверь и автомобиль автоматически ставит на паркин. Музыка Босс. Очень хорошая премиальная музыка с сабвуфером. Любой, кто слышал, как звучит музыка в этом авто, не останется равнодушным. Автоматическое включение вентиляции, подогрева сидения водителя и подогрева руля. Удобная функция. Когда на улице жарко, то при запуске автомобиля автоматически включается вентиляция водительского сидения. Обратное в холод включается подогрев сидения и руля. Вентиляция сидений. Это и мой первый автомобиль с вентиляцией сидений. До этого думал, что это баловство. Но на практике оказалась очень даже полезная функция. Проекция на стекло. Не знаю, как до этого я ездил без проекций. Очень удобная штука. Все важные вещи дублируются в проекцию. Скорость, знаки, индикация автомобиля в мертвой зоне, навигация, используя штатную навигационную систему, крусконтроль, удержание полосы. Задние шторки на окнах. В путешествиях с детьми сильно помогают эти шторки плюс тонировка. В машине темной и детский сон длится дольше. Выдвигающая шторка на заднем стекле. Не знаю, для чего именно предполагается применение данного аксессуара, но у нас он также используется как помощник ко сну детей. Отличная штука. Панорамная крыша и люк. Это было главное требование детей к новому автомобилю. Люк у передних пассажиров и панорамное стекло у задних. Есть возможность закрыть панораму и люк выдвигающимся полотном, что очень удобно при ярком солнце, хотя сверху все затонировано, и опять же для сна детей. Адаптивный крусконтроль. Всегда думал, что это баловство. Но за последние три месяца, проехав 10 тысяч километр, реально понимаешь, что это очень полезная функция. Иногда есть возможность отдохнуть, не останавливаясь. Но все же не советую злоупотреблять данной функцией и полагаться на нее. Оптика. Достаточно хорошая оптика на авто. В любую погоду и время суток хорошее освещение как дорожного полотна, так и окружения. Также доволен работой датчика света, который сам переключает между ближним и дальним. Коврики DELFORM PREMIUM EVA 3D. Кончилось лето, и, к сожалению, пришлось убрать свои любимые ворсовые коврики далеко на полку до следующего лета. Поставил обратно свои оригинальные коврики и понял, что мне они совершенно не нравятся. Стал смотреть в интернете новые коврики. Сейчас стали очень популярны EVA коврики. Но, честно сказать, мне совершенно не нравится, как они выглядят в салоне. Нашел на драйве ребят DELFORM, которые делают коврики EVA 3D. Главное отличие от стандартных EVA ковриков в том, что производятся они из термоэластопласта TEP. Очень прочный и долговечный материал. Плюс внешне они выглядят очень качественно и достойно. Наконец-то установил фаркоп на автомобиль. Фаркоп установил с третьей попытки. Первой компании, когда приехал, то почему-то решили увеличить стоимость на фаркоп и работы примерно на 30%. Вторая компания долго уверяла, что фаркоп от производителя Шериф будет ставиться без выреза бампера. Приехав туда, мне сказали, что они ошиблись и надо будет вырезать. С таким отношением я развернулся и уехал. Фаркоп установил у компании магазинприцепов.ру. Выбирая экипировку для мотоциклов, C-FORMULA-H наткнулся на их магазин. Присматривал себе прицеп под квадроцикл плюс мотоцикл. При разговоре выяснилось, что ребята еще и занимаются установкой фаркопов на авто. Пока ставили фаркоп, времени не терял и заказал прицеп. Основные требования по прицепу были. Ширина кузова 1500 см. Длина кузова 2500 см. Самосвальный кузов для упрощенной загрузки, погрузки мото-квадротехники. Крашеная рама для дальнейших перекрасок. Субтитры создавал DimaTorzok